Порадуемся победе. Свои голы забили в переходных фазах, то есть заставляли соперника ошибаться. Это касается первого тайма, да, прессинг неплохо получался. Ну и во втором тайме тоже быстрые атаки, дезорганизацию соперника использовали в обороне. Ну и плюс наши быстрые футболисты включили скоростные спринтерские качества и, естественно, что появлялись моменты для завершения. И два забитых гола во втором тайме тоже, как следствие этих быстрых атак. В целом хороший спарринг получился. Соперник тоже довольно такой, скажу, амбициозный, зная и главного тренера Невинского Владимира Владимировича. Поэтому в целом как бы доволен я уровнем этого спарринга на данном этапе. Единственное, что могу сказать как с отрицательной стороны, то что вот два гола мы пропустили, к сожалению, это такие голы, которые невозможно предусмотреть эти ошибки, потому что это, ну, наверное, невнимательность и, возможно, сыграть даже проще в этих эпизодах и этих эпизодов бы не было. Но, к сожалению, такие моменты случаются. Но, опять-таки, я думаю, что вот поправить в тренировках эти моменты невозможно. Их только в разговорах, только теоретические занятия, говорить постоянно, что в таких ситуациях надо сыграть проще и просто этих эпизодов бы не было. А так, в целом, поздравляю с победой, ребят, работаем дальше. Да, сейчас возвращаются ребята в строй, но надо еще учитывать такой аспект, что те ребята, которые после болезни, ясно, что они пропустили какой-то период тренировок, и ясно, что в игре, когда они выходят, играют, и здесь это совсем другая нагрузка, чем в тренировках. И поэтому, конечно, надо время тоже дозировать для того, чтобы они получили полноценную игровую практику, но при этом таким образом, чтобы не допустить, не дай бог, каких-то травм из-за того, что пропустили какой-то отрезок из-за болезни. Да, мы играем с Могилевским Днепром, но нужно понимать, что это команда первой лиги, хотя мы с уважением относимся к любому сопернику, тем не менее, я думаю, что нам все равно надо преследовать свои цели, готовиться и играть в таком же ключе, как мы, в принципе, и пытаемся играть все эти игры, которые провели уже. Ну а с Рухом, я думаю, что будет, наверное, более такая информативная игра именно уже с точки зрения, потому что это команда высшей лиги, и мы с ними играли на турнире «Белазовец», и игра показала, что у них довольно такая интересная команда. Достойный спарринг, очень понравилась сама дача ребят, и понравилось то, как они воспринимают то, что нам доносит Вадим Викторович, и все молодцы, я думаю, что... Ну, единственное, нужно урегулировать некоторые моменты именно по игре в обороне, и плюс для меня это новая команда, сейчас с ребятами налаживаем взаимосвязь, для этого надо время. Да, приятно было видеть ребят с Гомеля, и тренера знаю, так что всех поприветствовал, все меня поприветствовали, поэтому было приятно сыграть, ну, и вот так. Дружеская атмосфера. Да, дружеская атмосфера. Приняли очень хорошо, вот, заехали на базу в Ратомку, сейчас подготовка идет, и, ну, потихонечку обкатываемся, знакомимся, кого-то знал, с кем-то заново познакомился, вот, поэтому... Ну, нормально все, все в процессе, все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok